всем огромный привет мы с вами приехали в новый салон с очень пафосным названием селебрити да он тоже расположен центре москвы тут до красной площади идти минут пять здесь кофе мания я там тоже увидела логеров которые едят ну и собственно что в этом салоне интересного то что у него такой нехилый ценник то есть макияж стоит 6 500 скидок на первое посещение никаких нету селом он нам обойдется дороже чем многие люксовые распиаренные популярные салоны в самом центре москвы отнимаемся на второй этаж приятно что-то чистенько никакой грязи нет как очень часто бывает когда на территорию салона не принадлежит но там большая проходимость только как бы все в общем время ожидания уже где-то 15 минут от времени записи вот сказали мне ждать тут такие диван удобно а есть у вас чай а что еще есть кофе чай давайте зеленый чай а не скажете сколько ждать но когда я спросила сказали чая есть вы там вот поставили чайничка получается если мы смешиваем да вот одну одни блестки другие и должно получиться как примерно на фотке но имейте ввиду что там она фотографирована то есть жизни и на фотографии то которую вы показали но там по-разному можно поснимаем как его делать конечно я пока это процесс очищения как бы сейчас такое я вам скажу когда мы начнем глазки краску мы сейчас только очистимся и улажнимся а это штучка для очищения это вот это мицеллярная вода на специально получается для кожи кожи протонизировать у нас немножко по цвету отличается там на бросать серебристые блестки опять золотистая но в целом эффект будет такой же на но мне главное чтобы такой прям он был насыщен и концентрированно не так чтобы его прям рассматривать приходилось есть там блеск что там показано в той фотографии на мой взгляд будет в жизни смотрите когда вы наклеите сразу но это неносибельно это не комфортно вот эти броски они стойкие хорошие но я переживаю чтобы вас там где века они не скатались мне не скатаются я вот смотрю что может а как так чтобы не скатались ну вот это то что вы показали это для фотографии это красиво на фотографии этой жизни ну не очень как бы делать это и тьмор это вообще не проблема вы в ресторан куда-то пойдете нет просто гулять а вас вот если продукта какой-то снимать это секретная информация или можно если вот какой мы берем нормально вы относитесь ну хорошо отлично это что какая-то кремик так как бы крем некоторые визажисты просто они не хотят чтобы фоткали продукты вообще кто-то видел так остальное 6 500 на вас по-моему так здесь лежит тональность не слышно правильно и мы придем без а вас все макияжи тут в общей зоне делают или есть возможности единицы каждый есть а платная не давайте там тише не будет музыки давайте мы идем туда а проблема в том что они сейчас оба здания них работают стилисты на данный момент просто об этом надо заранее чуть-чуть говорить в основном время там работают стилист и сейчас все занято да ясно это праймер за глаз у нас спасибо это какие-то полезные печеньки интересно такие листики там это тоже праймер нет это я уже консилер чтобы сгладить текстуру это консилер а можно такое он получается в светлом цвете да что проработал а вы перед тем как его пользует побрызгали чем-то на антисептик 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 чтобы продезинфицировать он постоял вы метрился я щас оттерла вверх внесло и наносим смотрю вниз и туда другую сторону сложно да а это что делаем кисточкой карандаш коричневый что за карандаш карандаш это белорусская фирма мне очень понравился что он хорошо а как называется хорошо отзывы малина покажет никак не распознать его но свежий абсолютно зоны его тут немного в принципе продукта поэтому быстро заканчивается что тоже собственно плюс не будет портится будет а косметику сам покупает или вы сами у нас немножечко печаталась то есть мы и карандашом красть и и потом кисточкой что он подтушевываю до ресничный контур наверх смотрю чего не хватило по цвету повторим на нет мы только в одном месте на правом году смотрим низ туда ну понятно дело что то неравномерно не важно мне важно а потому что у нас будет сейчас блестки они блестки все это как мы будем наносить очень-очень плотно на нем все перекрыл так это нам нужно чтобы понимать где мы блестки будем рисовать и это пространство ну ввести ее туда и это пространство заполнить а как называется она от это подводка это пудру и не сняла это не корейская какая-то что-то осыпалась это от карандаша это я выбираю мы как раз и не наносили карандаш вот этот как он почему насыпается он же не тени по идее может такая текстура крема на ресничку застрел гармонично смотрелось она весь шоя к это как комната не освободились с утра до вечера да не занята то есть это фактически стиль стилисты заняли они под клиентов стилист нет нет ясно обычно типа вип-комната это по желанию клиента но для его удобства только так как стилисты вип они работают все время стилисты не вип-клиенты стульчик складной да такой прям не размахнуться что чтобы потом то он будем наносить все ровно это стрелки смысл уборка да девушка которая уборка занимается пошла от этого кажется можно обновить мне не мешает прям черным да как там нарисованы теперь блестки пока лучше глазки пока не не зафиксируется пока лучше глазки закрыть и держим закрыть хорошо он засохнет должен да у меня есть предложение в уголок глаза положить оттенок розовый такой цвет волоса красиво будет да главное чтоб глаз не попал не попадет безопасно они предназначены именно для глаза тела бурган дикие она фирма такая я ей доверяю так покажется какой предлагать какую-то блестяшку вы думаете красиво будет мне чтоб красиво было это что она зато мне главное знаете чтоб лицо не было темнейшей получится карандаш опять нормально он носится не получится что он еще в течение дня будет обсыпаться сразу только осыпать а то я просто если не выпущу этот момент и буду спитном здесь еще видите рядом маникюрные кресла и тут когда пришла девушки делали маникюр все это жижало но довольно маленькое расстояние между макияжем и маникюром ну вот косметику и через маникюрный стол сразу и здесь или по всему еще тоже стилист периодически работают и тут красят волосы видите кресло и зеркало стилиста и косметичка изожиста там кстати палетка стеллари подходит да где потом нужно будет посмотреть это видео нет а как вас найти алена погребняк она все стойкое ну и я не хочу делать утяжелять кожу чтобы был какой-то эффект маски у меня просто шея прям осень белая ведь она светлее лица будет красиво так опять консилер на вы будете в этой одежде да я бы чуть-чуть протонировала шею чтобы она все было одного цвета одного тона а изначально основа подходит смысле подходит нам под цвет лица если мы взяли с розоватым по тоном такая как у на мой взгляд она бы усугубилась ситуации лицо будет чуть-чуть розоватые такую а конфеток у вас обычно нет никаких ленок это одна печенька которая напополам разрезали попробуем так что по незаметные были красивые не тёмные да сейчас наверно будут волосы сушить и будет громко кажется за карандашиком для блондинок для всех подходит для брюна так много цвета очень универсальный оттенок но у вас нет такого что только люкс должен быть или преимущественно люкс просто из любого сегмента хорошие продукты только потому что если продукт дорогой не обязательно что он будет хороший подходить всем отвечать на мои потребности и запросы которые я хочу предложить брови достаточно давайте на ваше усмотрение чтоб красиво было волоски просто с этой стороны волоски немножко вниз ушли что делать если вам не мешает можно ничего не делать брови это делаем каждого лично да у нас следующий этап это гель для бровей как называется это деваж прозрачный дублируем да под водкой тени вам захотелось поярче сделать или у нас на референсе так поярче в каком месте именно вот здесь высыпать убрать два волоска которые ниже форму они мешают там они ушли из них и за счет этого кажется что есть больше пространства там меньше давайте может один какой нибудь высыпем решили высыпать волосок конечно роли не собирают один наш пасе я ниже не будет вот у нас подят анчо страшно что мы там типа спиртом не протирали такое аккуратно аккуратненько они сушат волосы поэтому очень гром матовый матово-коричневый отлично чтобы проработать нижнее веко вам нравится я предлагаю там не утемнять его вот а просто оттушевать свечу давайте как на фото ориентируемся можно посмотреть еще раз на это мы сейчас будем прорабатывать вы хотите как на фотографии внутренний уголок давайте карандашик все продолжает на лице села печенье меня теперь тошнит жестко может еще водичку такой последний раз было после школы я помню но я прям вспомнила это ощущение когда резко очень жарко становится и подкатывает тошнота прям жесткая уже выпила стакан воды холодной попросила сейчас сижу но опять скажу история то ли из-за зеленого чая может быть давление чуть падает тоже такое бывает и начинает мучить легкие физиологические подробности уголок потом кстати на фотке вот эти линия они прям светло-коричневая а мокры махеодроники не сделали мне покажутся красиво мне кажется что яркости мы добавим ресницы это будет очень красиво на кончике добавить ресницы по длине это будет прям красиво красиво смотреть пудра вот это очень хорошее мне нравится это лора мерсье почему именно эта щетка удаляйте она что-то прям проволочная очень удобно твердые да я строюсь максимально аккуратно но когда либо скотч либо эта ступочка я не знаю теперь что я предлагаю нанести румяна это румяно-мёрстку розового персика можно их между собой добавить это будет красиво все таки летом и налогом и производится чтобы это все было как вы относитесь к контурингу вот в данной ситуации хорошо да я хорошо так что это у нас за контуринг тэйлари контуринг хороший мне кажется палитра очень удачно именно оттенки они именно контуринг не бронзатый и он больше подходит к светлым девушкам для темных не подойдет ну вы так довольно незаметно делаете да ему ну а зачем вы же красивая молодая девушка да им чтобы красиво была мне просто хочется чтобы это было носибельно в жизни чтобы мы могли выйти люди у вас не было что то есть думаете это контуринг что то изменит вот черные стрелки это как бы а у нас уже есть акценты зачем нам на все лицо делать акценты а тогда что у нас это бальзам для губ как раз пока мы будем клеить штучки будет сложнее прям две штучки да думаете достаточно чтоб не было перебора ну да а ресницы у вас входит в стоимость это все входит в нафляр так будем выбирать контур так вот ну не надо скорее всего склоняюсь к оттенку шик он такой будет розовато-теплый он покоричневее он похолоднее и третий тоже всеми любимый сто третий кисточка подозрительно выглядит в смысле подозрительно потому что это так как помада очень стойкий пигмент она абсолютно чистая чистая она просто уже в нее впиталась она новая уже просто кажется как будто бы вот это вот желтенькая тоже красненькая поэтому как будто да да я понимаю да она вот она да видно что чистенькая да просто блеск советую можно увидеть что желтый уже снимается что ну вот тёртый там кстати мне кажется стрелки черные рифмуются с вот этой черненькой пола розочкой как вы знаете вдохновлено вашим образом ааа так что это у нас это тоже вивьен с собой блеск уже мест не осталось можно вот такой оттенок подойдет давайте тем более когда вот красные помады красишь они же вообще въедчивы не сильно губы мы увеличили как думаете нормально если вам не комфортно мы сделаем не на ваше осмотрение нормально да как бы вопрос под лохом теперь красим реснички одноразовую так я выбрала титка вы сверху красите я сверху сначала прокрашиваю а потом смотрим прямо перед собой ничего не забыли а может быть хайлайтер еще ну он по-моему прям белесый белесый вот этот вот золотистый он очень красивый это бьюти дракс ну давайте бьюти дракс вы его экономите? нет абсолютно нет он такой вот красивый взгляд ну не хотели не хотели его наносить у нас просто румяно сияющий и макияж яркий как бы вы просто сделали как я считала да потому что вот этот он прям дает белый перелив на коже так ощущение что стеллари у него основа белая как будто как мука да можно и так чтоб красиво было да ни разу еще не видела именно этот оттенок стеллари ну вообще вот в этих палетках хайлайтер мне кажется сложный макияжик у нас получился так еще покажу вам с такого ракурса вот какой он у нас видите здесь классный вид из окна ну в целом это центр москвы очень большие окна и поэтому очень светло практически панорамное освещение окна окна огромные и плюс еще много зеркал везде поэтому в общем свет отражается отовсюду вот цветочки здесь зона где моют волосы вот это судя по всему вип-комната где работают вип-стилисты и сушуары и два туалета занято тогда? понятно вы дна здесь давайте после вас ой здесь открыто женщина стояла я думала она сюда очень вкусно пахнет я могу сказать прям жвачка знаете детская орбит я ее обожаю поэтому в общем что-то такое или лаввис или бумер вкусный жвачный запах но судя по названию это не он потому что амберут это явно не какая-то жвачка ну да вот этот товарищ он пахнет деревяшкой прям восточный такой с тяжелым ароматом а при этом здесь какой-то вкусный скорее вот этот судя по всему дамы если вам необходимо воспользоваться предметами женской гигиены они находятся в ящике столика я надеюсь не вот там в общем столики нет походу это вот блин ну конечно такая табличка знаете она немножко формирует ожидания ты такой думаешь сейчас открываешь и тут на выбор 100 штук всего а тут только ватные диски и 4 палочки почему а где предметы женской гигиены собственно продолжение банкета нет и как бы других столиков тут тоже нет либо скорее всего они закончились и их не пополня ну ладно на раковина кстати вот это вот довольно эффектно выглядит видите все прозрачное прикольно и тоже из-за того что прозрачное место визуально не занимает средства дезинфицирующие гель-антисептик я думала может быть это крем для рук но нет ну вот это жидкомуло судя по всему о господи салфетки и они в наличии это плюс каких-то роскошеств в виде крема для рук например здесь нет и женских штук всяких тоже нет немножко это расстраивает потому что в самых классных салонах там ну прям вот это знаете царство красоты женская комната и там даже ароматы какие-то есть это уже не часто встречается я имею ввиду прям парфюмерная вода там на выбор какие-нибудь бестселлеры и это тоже немножко конечно повышает уровень заведения но чисто восприятие а тут у нас ну вот эта вот банка она конечно не не люкс лакшери гламур выглядит прямо скажем как-то простенько так ну что-ка платишь 6500 а можно у вас поснимать салон я думаю что да нет вы имеете ввиду ну здесь давайте Маша можно это управляющая вопрос поснимать можно у вас салон конечно да то есть единственная штучка нет да хорошо ну так в общем вот ну что мне разрешили поснимать и это радует давайте посмотрим что здесь есть в общем витрина с украшениями это классика люксовых салонов как мы поняли здесь зона ресепшн и здесь зона ожидания в общем большой диван здесь всякие масла для загара здесь вы чай да готовите чай кофе да интересно что кабинет маникюра вроде бы есть и даже не один но при этом все равно маникюр сделали кому-то рядом со мной когда я пришла это все когда знаете много людей все на разных процедурах создают конечно общий шум здесь тоже видимо для тех кто не хочет светиться но получается все таки были какие-то отдельные кабинеты где могли мне макияж сделать но они так как не прямого назначения меня туда не пустили хотя тут в целом сильно тише я не скажу что не прям не понравилось ну просто там конфетки такой крем для рук в туалете был бы тоже к месту давно был да прям совсем недавно неделю назад вы где мы закончили и поставили да я уже стоял а сейчас нет если ему нет они как бы говорят а где крем буквально на днях да кстати просто так получилось аааа совпадение ну конфеты нет не забудьте конфеты но печенье вы имеете на ресепшене вот такие нет когда чай пьешь печенье печенье да вы меня с окно и цена посмотрим с вами как выглядит про слизь потому что тоже очень большой разброс между разными вариантами в разных салонах тришки какие-то уходы восстановления куток стилиста все несколько дороже стоит наращивание ногтей здесь брови и макияж вот смотрите урок макияжа полтора часа семь тысяч рублей то есть чуть чуть дороже чем вечерний макияж кстати да макияж тоже за дополнительную стоимость так ну что делюсь впечатлениями да в целом я могу сказать что наверное этот макияж больше всего похож на референс из всех вариантов люксовом которые мы посещали то есть несмотря на то что ценник был даже вдвое больше но такой плотности блестки нам не могли обеспечить нигде то есть надо отметить что у мастера было как я поняла как минимум два продукта с достаточно концентрированным глиттера на веках он заметен и это реально смотрится близко к нашему референсу плюс преимущество этих продуктов в том что они не скатываются то есть вот я уже сколько проморгалась посмотрим как все это продержится чуть позже но пока во всяком случае реально подсохло и никуда не мигрирует что не очень понравилось когда приходишь мне кажется классно если администраторы но в целом все происходящее начинает делать виджем что очень тебе рада когда администраторы оставляют свои дела если нужно подождать они озвучивают почему или сколько это продлится предлагаю тебе там чай кофе ну в общем ты чувствуешь какое-то сопровождение после того как переступаешь порог салона я немножечко чувствовала себя одинокая покинута потому что мне сказали ожидайте чаю кофе нет администраторы там обсуждали какие-то свои дела и я тоже сидела и сколько уже было почти 20 минут от момента записи при этом мне никто не говорит что происходит когда мастер освободится ну и так далее в общем классно когда там озвучивают 5 минут подождите пожалуйста мастер там заканчивает работу например или сейчас там он готовит рабочее место и может быть вам чай кофе ну вот так мне кажется это в идеале здесь пока я сама не спросила если у вас чай кофе мне вообще никто ничего не предложил может они конечно собирались и все бы произошло позже своим ходом но по факту вот так вот пришлось уточнять и потом тоже мне нравится когда в процессе если находишься там не знаю больше получается к тебе может подойти администратор тем более что там их было двое уточнить нужно ли еще что-то там может быть водички может быть налить кипятка опять в чайник да понятно ты приходишь не поесть и вообще речь не о том но если уже это как бы такое премиум место люксово да то мне кажется что уровень сервиса в том числе завязано то чтобы там пытались как-то чуть ли не предугадать твои желания но это конечно в идеале и на самом деле это не часто где встречается здесь вот тоже я ну никто не спрашивал там буду воду не буду и в общем я это озвучила и тогда ее принесли конфет тоже нет есть печеньки но это просто два вот таких вот микро штучки то есть ела один почему там возможно не потому что масляные там еще кунжут я не знаю мне прям очень сильно начало тошнить может быть это просто совпадение и там реакция на концентрированный зеленый чай например но реально мне такого не было лицо но не хватило таких вот мелочи которые как бы вообще не обязательны но именно то что их учитывают тратят деньги это все создает в такую атмосферу за которую ты в конечном счете в том числе платишь деньги что касается макияжа как я уже сказала мне кажется это пока больше всего похоже на референс мне нравится смотрите что здесь прям реально много блесток на веке непонятно правда что почему их не доводят до внутреннего уголка то есть они примерно отсюда начинаются ну а дальше нам сделали розовый халайтер в целом может быть это для того чтобы в глаз ничего лишнего не попало я не знаю стрелочки но как-то это все в принципе ярко все это сильно ярче чем несколько предыдущих рост самый мой большой комментарий на сему макияжа он бы наверное относился к наличию огромного количества бюджетных продуктов в целом мне кажется нормально когда косметичка из разных средств состоит но когда это все равно салон который типа в центре находится называется celebrity что-то такое звездное инфлюенсерская то классно когда большая часть продуктов она была бы в люксовом ценовом сегменте то есть ты отдаешь 6500 за макияж и при этом больше чем половина продуктов в самом бюджетном варианте ну чё это сколько карандаш венцебо рублей 200 до 100 и все эти штуки арт-визаж у нас были стеллари и я охотно верю что реально это хорошие продукты особенно за свои деньги но все-таки наш макияж не стоит 2000 рублей и даже не 2500 это 6500 рублей в общем конечно главный результат здесь у меня возникло ощущение что та косметика которая была в бюджетном сегменте она используется для снижения себестоимости работы не для того чтобы реально достичь на и лучшего эффекта потому что это прям лучшие представители вообще потому что это реально бюджетное в целом неплохо но вот допустим карандаш который мы использовали белорусский он же у меня осыпался в процессе 150 раз то есть она его подтирала он там отпечатывался на нижнем веке потом мы его сущики сошкребали и на протяжении всего макияжа он там напоминал о себе то есть это точно нельзя сказать что супер классный продукт его выбрали только потому что аналогов ему нет нет он довольно капризный и вопрос что он делает в косметичке макияжа за 6 500 хайлайтер тоже светленький до который в палетке стеллари у меня просто есть такая палетка и по мне он прям очень сложный то есть у него прям белая подложка он оставляет на щеках белый след он тоже сказал смотря как нанести третата но в общем я отметила бы что мастер была очень внимательно отвечала на все вопросы даже когда она потом начала предполагать что это видео она где-то сможет найти в социальной сети она не стала агресса там что-то запрещать даже когда она поняла что я делаю акцент на том что у нее там бюджетные продукты специально спрашиваю что это за средства она спокойно все показывала это плюс но мне хочется все-таки оплачивая какую-то услугу которая стоит выше среднего сегмента понимать откуда происходит ценообразование помимо там аренды места где я нахожусь что собственно расходники и те составы которые на меня наносят они стоят своих денег и вот такой вариант когда большая часть косметики у нас бюджет и супер бюджет и прям что-то по низу рынка даже с хорошим соотношением цена-качество я наблюдаю обычно в макияжах за там стоимость два раза ниже но возможно большая часть клиентов не париться потому что как я поняла мастера была очень уверена в том что главный результат и там когда какие-то уточняющие вопросы задавала она как бы даже не стеснялась того что да это бюджет да это венца по этого арт-визаж это белор дизайн и так далее в общем вот такой вот у нас получился надо сказать что наверное мне бы тоже было бы приятнее если бы она уточнила стоит ли делать настолько яркую подводка не знаю почему она решила все таки использовать черный цвет хотя в референсе светло-коричневый и хотя я там какие-то делала оговорки на тему берите те продукты которые считаете нужно опираясь на ваше мнение ваше видение да но просто что касается тамбара оттенка карандаша для губ мы это согласовали прям несколько раз она мне показывала свочи хотя там от тон отличается просто минимальная прямо скажем когда он еще перекрывается блеском его практически не видно он сливается с цветом губ и был бы он чуть теплее или чуть холоднее это общение на что плюс-минус не влияет но по сравнению с тем насколько влияют активные стрелки да но при этом она вот как-то проявила инициативу сделай их ярко черным вот у меня есть догадка что возможно они немножечко отвлекают внимание от блесток и как-то может быть ей не очень понравилось как что-то выглядит другое она решила разбавить это ярким акцентом но по сравнению с референсом вот такой вариант смотрится гораздо более активно все-таки согласитесь потому что там основной акцент именно на блестке но вот ощущение знаете что я была в каком-то люкс месте получила услугу сверх необходимого чтобы вышла за рамки средней температуры по москве я этого не ощутила мне больше хотелось каких-то дополнительных плюшек что ли вот вот этого лоска какого-то который в принципе выходит в стоимость в общем вот такие вот дела как вам макияж напишите понравился похож на на референс и как вам все происходящее в том числе косметика которые мне сделали макияж жду вас комментариях напомню что рубрика обзора люксовых салонов она сильно дороже чем бюджетно поэтому будет очень круто если вы посмотрите это видео сверху падает снег не в силах сокрыть под пламенный снег